Беседы святителя Иоанна Златоустова об апостолах Христовых. Робкие и боязливые, они по принятию духа устремились в среду опасности и безбоязненно пошли на железо и огонь, и на зверей, и в пучину морскую, и на всякое мучение. Не книжные и простые, они говорили с таким дерзовением, что поражали слушателей. Искудельных дух садил у них железными, окрылил их и не допустил впасть ни в какую слабость человеческую. Такова-то благодать духа, она, если находит печаль, уничтожает ее, если злое вожделение истребляет, если страх изгоняет, и кто сподобился ее, того не допускает уже быть человеком. Но как бы переселив, на самое небо, располагает помышлять только о том, что на небе. Потому-то никто ничего из имения своего не называл своим, но непрестанно пребывали в молитвах веселья и простоте сердца. Деяние апостола, 4 глава. В этой беседе святитель дальше говорит о том, что часто мы слышим, говорит, да, это святые, конечно, они святые. А мам-то грешен, куда уже там до того, достичь всех подвигов или совершить духовное. Мы грешны. Да не все были такие. Вот он и говорит, что рыбаки все были, апостолы, это рыбаки, незнатные, неграмотные, неучившиеся, это не книжники. Из всех апостолов один Павел был, ученый. Остальные все простые. Дальше считаем, что призывают их, они оставляют. Что делали, чем занимались? Дырявые сети чинили. То есть ловили рыба, видно, немного дохода-то было, что сети-то были дырявые, не на что было купить. Они с отцом подчиняли сети. Иисус говорит, идите за мной. Они оставили отца с дырявыми сетями и пошли. Как отец теперь будет ловить рыбу? Сыновья помощники были, но они пошли, потому что Господь, Дух, коснулся их сердец. Уже они не думали о том, что и как это будет. Знали, что Господь управит. Раз Господь их призвал на такое дело, то не оставит и тех. Однако же, скажет, часто печалятся и люди, исполненные Духом. Но эта печаль сладостнее радости. Печалился и Каин. Каин, но печалью мирской. Печалился и Павел, но печалью по Боге. Он печалился о том, видя, как некое-то духовное дети уклонялись вновь в мирскую жизнь. Он, я говорю, вновь в муках рождения их. Как бы вновь нужно рождать их духовно. Телесное рождение, говорит, болезненно. Но оно прошло какое-то время. И дальше, говорит, уже она забывает о муках в Рождестве. Радует, что родился ребенок. А духовное рождение, это гораздо больше. Он сколько печалился, там уклонились, там братья свои восставали на него. Это все печаль. Но она с радостью переносится. Все духовное приносит величайшую пользу, равно как и все мирское крайний вред. Привлечем же к себе через исполнение заповеди необоримую помощь Духа. И мы будем ничем не меньше ангелов. Ведь они не потому таковы, что бесплотны. Иначе никто и бесплотных не был бы злым. Но везде причиной всему свободное произволение. Потому это между бесплотными нашлись такие, которые хуже людей. И даже бессовестных. И между обреченными плотью такие, которые лучше бесплотных. Ведь бесы это дьяволы. Это все были ангелы. Но оказались бесами. Так же все праведники, хотя жили на земле и имели тело, однако совершили великие дела. Потому что они всю надежду возлагали на Бога. Знали, что они будут своих, Бог их не оставит. И мы много читаем. И древние еще жития святых. И сегодняшние, и совсем недалеких наших дней знаем. Люди, которые уповали на Бога, претерпевали много. Кто читал, может, книгу отец Арсений. Да, это собирательный образ. Но это было. Было со всеми. Мне пришлось встретить и с ним беседовать. Рядом вместе жить в келье. Отец Парфейни. 92 года ему было. Совершенно в разуме. Плохо уже он ходил. 21 год. В лагере особого режима. Отбыл. 21 год. Представьте. Что он порассказывал, какие пришлось претерпевать мучения. Это невозможно, кажется. Если бы не было. Да нет, это невозможно. Мы часто читаем жития святых и думаем, не может этого быть. Как это могли они так? Соскребают скребками тела так, что кости обнажаются. А они славят Бога. Псалмы поют духовное. Да потому что Дух их укреплял. На земле они жили, как пришельцы и странники. А на небе, как граждане. Не говори же и ты. Я облечен плотью и не могу одолеть ее. Грехи одолевают. Не могу никак побороть. Не могу взять на себя трудов добродетели. Не обвиняй Создателя. Ведь если от того, что мы носим плоть, добродетели становятся для нас невозможны. То мы уже невиновны. Но что она не делается? Но что она не делается от того невозможного? Это доказывает лик святых. То есть святые все имели такую же плоть, как мы с вами. Точно такую же. Но не претерпевали. Великие искушения, мучения претерпевали и оставались победителями. Поэтому сегодня, совершая память святых апостолов Петра и Павла, знаем, что какие они труды понесли и приняли мученическую смерть. Будем говорить, святые, первыховные апостоли, Петр и Павел. Молите Бога о нас, чтобы нас Господь утвердил в вере. Чтобы нам не уклониться ни налево, ни направо. А идти точно по заповедям Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Слава тебе Боже, слава тебе Боже.